1 сентября за парты сядет 3276 учащихся. В учреждениях общего среднего образования будут открыты 219 классов. Это на 2 класса меньше, чем в прошлом учебном году. Образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования осуществляет 494 педагога. Согласитесь, цифра немалая. В этом году к нам в район прибыло 13 молодых специалистов. Из них 3 это наши целевики, 9 из них в том числе выпускники школ нашего района. Следует отметить положительную динамику показателя закрепления молодых педагогов в районе. За последние 3 года в район прибыли 48 молодых специалистов, продолжают работать 36. Учреждение образования по-прежнему испытывает дефицит в учителях трудового обучения, технический труд и физики. Считаю, что для решения этой проблемы необходимо обеспечить еще более эффективную профориентационную работу со школьниками. Своевременно формировать заказ на подготовку кандидату для поступления по целевым направлениям. Активнее использовать возможности переподготовки специалистов. Детские сады посещают 1107 детей. Охват детей в возрасте 3-6 лет системой дошкольного образования один из самых высоких в области. Он составляет 98,4%. Остается низкая посещаемость дошкольных учреждений. Нам надо серьезно задуматься над этой проблемой и сделать все возможное, чтобы пропуски детей в садах стали минимальными. С руководителями дошкольных учреждений с каждым в отдельности мы оговаривали пути, потому что у каждого населенного пункта, скажем, свои какие-то проблемы, свои пути решения. В 2018-19 учебном году учащиеся 10 классов 4 учреждений образования района писали республиканские контрольные работы по русскому и белорусскому языкам, математике и истории Беларуси. Результаты контрольных работ подтверждают, что основной процент учащихся имеет достаточный уровень усвоения учебного материала. И радовал тот факт, что расхождения четвертных и итогов контрольных работ, скажем, практически у нас не было. Это говорит о том, что все результаты, которые имеют дети, они действительно такие, какие они у них есть. Далее. В 2019 году успешно сдали экзамены и получили аттестат об общем среднем образовании 242 учащихся. Свидетельство об общем образовании 296. За отличные успехи в учебной деятельности по итогам обучения и воспитания на третьей ступени общего среднего образования аттестаты особого образца с награждением золотой медалью получили 26 выпускников, а серебряной медалью 2 выпускника, что составило 11,6% от общего количества. Радует тот факт, что все наши медалисты являются студентами. Правда, в этом году немножко были разочарованы и мы, и руководители учреждений, то, что медалисты, получив на централизованном тестировании высокие баллы, ну, скажем, можно было, если поступить в медвузы Витебска, Гродно, вот, они выбирали, скажем, Минск и шли на платную форму обучения. Ну, это, скажем, их право и решение, наверное, их и их родителей. Наш район занял почетное третье место в области среди учреждений образования в лидерах гимназии города Ганцевичи. Ее выпускница Войтешек Анастасия на централизованном тестировании по белорусскому языку получила стопальный результат. Более 80 баллов по различным предметам получил 81 выпускник наших учреждений. В лидерах в этом году по централизованному тестированию в районе гимназия, Пуковская средняя школа, Круговичский, Яслисад средняя школа. Самый низкий средний балл по централизованному тестированию в Огоревичской, Мальковичской и Хатынических учреждениях. Огорчает еще и тот факт, что среди выпускников этого года были и те, кто не преодолел минимальный порог по предметам. Например, только 6 баллов по истории Белоруссии и 7 по биологии получены выпускниками Огоревичской школы. 6 по химии выпускникам Люсинского детского сада средней школы. К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу, нам не удалось избежать преступлений и правонарушений среди обучающихся. Два преступления совершено учащимися Люсинского детского сада средней школы. Одно учеником средней школы номер 2, одно учащимся Разделовичской средней школы, одно учеником Чудинской средней школы. Вызывая тревогу то, что 4 из данных школьников даже не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. И в завершении своего выступления разрешите поздравить вас всех с наступающим новым учебным годом, Днем Знаний. Я желаю вам доброго здоровья, я желаю вам благополучия, терпения и оптимизма. Я желаю вам спокойствия в ваших семьях, я желаю вам спокойствия в ваших коллективах. Ну и, конечно же, успехов в вашем нелегком, но таком важном и нужном труде. На этом я заканчиваю. Дальше у руководителей делегации есть концепция, которую нужно прочитать, посмотреть. Это те основные задачи, над которыми мы будем работать с вами в этом учебном году. Ну и до среды, если есть предложения, они будут, эта концепция, находиться и на сайте нашего системы образования. Какие-то предложения, замечания, пожалуйста, можете присылать. Очень жарко в зале, правда? Ну, если бы не жарко, было вообще все замечательно. Я думаю, Владимир Владимирович, после сегодняшнего мероприятия, понимая, что третью школу нужен кондиционер.